Вот это израильская порода. Ему пять дней. Дома на воле бегал Инарбаев тоже разводил птиц. Со своими шумными питомцами мужчина проводит всё время. Говорит, так оно быстрее летит. За колючей проволокой он должен провести долгих 16 лет. А теперь появилась возможность помогать семье. Каждая своя работа изучаем и результат получаем. Надеюсь, в этом году очень хорошие результаты будут у нас. В колонии начали разводить и кроликов. Часть животных пополнит рацион заключённых. Часть пойдёт на продажу. Сначала в колонию строгого режима привезли всего три кролика. Теперь их более ста. Спрос на диетическое мясо есть, говорят заключённые. А потому работа будет. Тем более, что эта продукция стоит намного дешевле, чем за колючей проволокой. Неплохой урожай собирают и в теплице. Теперь она есть и на закрытом объекте. За редиску, укроп и петрушку здесь отвечает улукбек садыков. Почти пять лет назад его осудили за попытку сбыта наркотиков. Говорит, давно раскаялся и решил уйти в аграрии. Частный предприниматель наш книжки нам привозили. Мы читали оттуда, изучали много чего. На будущее ещё есть планы. Капельное оращение здесь сделает. Сразу два ТОО заключили договор о сотрудничестве с заключёнными. На заказ изготавливают настольные игры, музыкальные инструменты, посуду и даже сувенирные корабли. Я как частный предприниматель принимал их на работу. Мои покупатели знают, кто делает продукцию. С пониманием и даже с уважением относятся к их труду. Сейчас ручная работа очень ценится. Такой трудотерапией заключённых решили воспитывать прокуроры и тщательно следят за результатами. Сейчас производство обеспечивает потребности самой колонии и помогает зарабатывать. Отслуженные везде хотят работать. Они получают заработную плату. То есть приносить какую-то пользу. Находясь в исправительном жизни, они могут приносить какую-то пользу своим семьям. К работе хотят привлечь как можно больше людей. Скоро здесь появится свиноферма. А в планах заключённых открытие П уже для того, чтобы на воле продолжить свой бизнес.